Друзья, всем привет! В этом видео я сделаю обзор пылесоса Dexter. Пылесос Dexter на 30 литров. Купил я в Leroy Merlin уже больше, чем год назад. Ну, почти два года. И почему я решил сделать этот обзор именно сейчас, а не сразу после его покупки? Хотя я делал этот обзор, но на другом канале. Почему я делаю этот обзор именно сейчас? Потому что спустя вот это продолжительное время уже можно точно сказать, на что способен данный пылесос. Ну, а если бы я купил этот пылесос, просто показал, из чего он состоит, что входит в его комплект. Естественно, это, ну, так уж, поверхностное понятие в самом пылесосе. А вот уже спустя продолжительное время я делаю этот обзор для того, чтобы вы уже могли точно знать, насколько надежный данный пылесос, насколько он функциональный. Ну, и вообще, стоит ли покупать данный пылесос. Сразу скажу, это у меня не первый пылесос, который был. До этого пылесос у меня был пылесос другой фирмы. Я не помню сейчас какой. Даже вспомнить не могу. Ну, с ним превосключилась неприятная ситуация. В общем, он сломался. Сломался он также во время работы. То есть, крыльчатка его, вот этого двигателя, разлетелась в хлам пух и прах. В общем, такая пыль поднялась. Ну, просто страшно вспоминать. Ну, и после этого я уже приобрел данный пылесос Dexter. В общем, с этим пылесосом я ни на один объект без пылесоса не хожу. Раньше, да, я помню, вот ходили на объект, там делали какую-то работу. Ну, после того, как уже появился пылесос, просто идти на объект, делать даже вот маленькую работу, там установить розетку или там проштробить что-нибудь. Даже просто повесить кронштейн для телевизора, все равно беру с собой пылесос. Ну, потому что и работать было приятнее, и потом убраться можно было после себя. Многие вот мастера, вот я смотрю, вот когда вот работают, у меня ребята параллельно там делают кухню, там делают двери, ну, еще какие-то работы. В общем, они, у них нет пылесоса, и они его всегда вот просят у меня. Ну, я понимаю, да, мне не жалко, конечно, нате, берите, работайте, но вы же работаете с людьми, вы же работаете у людей, на квартирах. Таскайте с собой, купите себе пылесос. Ну, там есть 20 литровый, вам пойдет, если у вас место мало в машине. Ну, вот я, 20 литров для меня мало, тем более у твоего пылесоса нет функции для подключения инструмента. А вот мне как раз вот нужна эта функция, потому что я частенько, когда обрабатываю плитку, я ее пилю. Ну, вот когда это происходит в квартирах, там, естественно, уже производство пыли должно быть минимальное, и поэтому пылесос значительно вот мне помогает в этом деле. Собираю я всю пыль во время резки, во время обработки, и, ну, очень, в общем, приятно работать, когда пыли нету. Ну, и также, помимо этого, того, что вот, естественно, его задача – это собирать пыль, убирать мусор. Это вот первостепенная задача, которая, ну, очень мне нравится, потому что я практически всегда, перед любой работой, которую выполняю, всегда собираю мусор. То есть подметаю, допустим, соберу, подмету полы, то есть пропылесошу полы, также иногда я пылесошу стены. Ну, вот бывает такое, что надо же проштробить что-то, и стены просто покрываются пылью. Ну, просто смести, там, загрунтовать для меня – это мало, я их еще и пылесошу. Конечно, кто-то может посчитать, что это бред, это лишнее, но после этого, конечно, стены становятся настолько чисты, что, ну, просто вот даже приятно вот их трогать. Ну, и руки не мараются после того, как вот их пропылесосишь. Так, ну что ж, еще. Так, помимо того, что пылесос собирает пыль, мусор, грязь, он еще может собирать воду. Вот, со мной один раз приключился вот недавно совершенно такое неприятное событие, то, что я в полу нашел трубу отопления. Почему это неприятное событие? Потому что никто этого не ожидал. И вот такой вот момент, когда вот эта жидкость из отопления под давлением начала выплескиваться из этого отверстия, и топить мне комнату, это было довольно-таки неприятно. Но с помощью пылесоса Dexter я благополучно собрал всю эту жидкость, которая разлилась по комнате, и тем самым облегчила мне, то есть ускорила процесс высыхания в данной комнате. Ну, по поводу этого я еще снял отдельное видео. Ссылка будет на это видео в описании. Так что, если вам интересно, как можно залатать трубу, если вы просперлили трубу полипропилен, как можно ее залатать. Обязательно посмотрите, потому что бывают часто такие ситуации, что труба находится где-то в стене, либо в полу, и вы просто не знаете. Ну, когда вы уже делаете отверстие, то там, естественно, паника, буржет, крики. Ну, в общем, все возможные такие эти неприятные моменты. Ну, и как залатать эту трубу, это всегда нужно знать. Так, еще, когда я использовал пылесос? Так, был момент такой, вот я работал на квартире, и там нужно было выдуть воду из системы отопления. Трубы находились в полу, их уровень был ниже уровня отметки, поэтому, чтобы вытащить, выгнать воду из системы, приходилось бы либо ждать, пока она высохнет, либо предпринимать какие-то другие действия. Ну, вот я просто подключил пылесос, и с помощью этого пылесоса выдул всю эту воду из системы, прямо в канализацию. Очень, кстати, удобно, то, что есть такая функция выдува. Ну, и да, я уже говорил об этом, то, что работать с инструментом тоже очень помогает. Вот когда вот работаю с перфоратором, работаю с пылесосом, работаю с перфоратором, работаю с болгаркой, у меня даже вот я делал сам станок для циркулярки, ну, когда вот работал с деревом, сделал станок такой циркулярный, мини-циркулярный станок, вот, и тоже, так как на циркулярке не было, то есть циркулярка была зафиксирован курок включения, то, чтобы дать питание, я вот подключил циркулярку через пылесос, ну, и тем самым еще подключил пылесос к этой циркулярке для того, чтобы собирать вот эти опилки, которые производила данный инструмент. Ну, и вот, включая пылесос, тем самым у меня еще включалась циркулярка. Много что можно сказать о том, как работает данный пылесос, что с ним можно делать, ну, проще вот я... У меня многие вот клиенты, заказчики, там, друзья, товарищи, подписчики, все спрашивают, каким пылесосом пользуюсь я, и какой пылесос я порекомендовал для того, чтобы иметь его для работы, либо просто дома. Кстати, мне товарищи купили пылесос такой, Dexter, для дома. И вот, ничуть не жалеют, потому что очень удобный пылесос, очень вместительный, по сравнению с обычными бытовыми пылесосами, он гораздо мощнее, и собирает очень много пыли, грязи, ну, такие вот труднодоступных мест, очень, ну, в общем, очень удобный даже для бытового использования. Так, ну, вот я говорю, когда мне спрашивают, какой пылесос порекомендовал бы я, я всегда говорю, берите пылесос Dexter. Во-первых, у него есть гарантия на то, что вот если в случае чего, если что-то с ним произойдет во время гарантии, вы спокойно можете его поменять при наличии чека. Ну, и он, во-первых, очень удобный, маневренный, много насадок, и, ну, даже для бытового использования, как я говорил, очень даже применим. Так, ну, как-то вот так вот. Вроде все сказал, что хотел сказать про это, по поводу этого пылесоса. Ну, если что-то не сказал, можете дописать об этом в комментариях. Ну, кому интересно, тот почитает. А пока у меня на этом все. Так что вот, работаю я этим пылесосом. Работой этого пылесоса я доволен. Так что и вам рекомендую, если вдруг у вас возникнет необходимость приобрести пылесос, берите пылесос Dexter. Не пожалеете. Ну, что ж, у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока и до новых встреч на новых видео. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!